Дверь в учебные классы забаррикадированы. Ученики на полу. Оба охранника убиты. По Ижевской школе номер 88 ходит стрелок. По некоторым данным огонь ведет с двух рук одновременно. 34-летний мужчина в Балаклаве идет в кабинет ИЗО. Там первоклассники. Вот одно. Там кровь разлито. Вон там вообще одному. Марина Николаевна там попала. Вон там кровь на ней. Спасите, пожалуйста. МВД постоянно обновляет данные по погибшим. Родители перед школой сходят с ума. Начинают выносить раненых. Одной из первых у отцепленной школы оказывается Анастасия Захарова. Наша коллега. Мы с вами находимся около школы номер 88. Здесь произошла стрельба. Самое страшное было во всем этом видеть, как выносят тела детей. Они истекали кровью. Они были ранены. Их выносили на носилках. Люди, которые работают на ЧП, у них в принципе все эмоции уже давно атрофировались. Я про себя тоже так думала. Но потом мне говорили, что когда я вела прямой эфир, оттуда у меня голос дрожал. Сейчас на месте работают спасатели, разгвардия, полиция, МЧС. Когда все закончится, к родителям не вернутся 11 детей и 6 взрослых. Охранники и учителя, которые закрывали собой школьников. Стрелка найдут мертвым. В магазинах с надписью «Ненависть» окажутся еще две сотни неизрасходованных патронов. Произвел, не открывая дверь, через закрытую дверь. Он не заходил сюда, да? В Ижевск прибыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Обстоятельства трагедии устанавливают. По предварительным данным, нападавший выпускник этой школы состоял на учете в психоневрологическом диспансере. На майке – нацистская символика. На пистолетах – два брелока. Читается Эрик и Дилан. Колумбайн. В 99-м году два подростка заложили на территории своей школы в США несколько самодельных бомб. А потом открыли стрельбу. Они убили 13 человек. С этого момента дети начали истреблять детей по всему миру. А скульшутинг стал термином. 2014 год. Москва. В школе погибают двое. 2017-й. Московская область. Девятиклассник зашел в школу с пневматической винтовкой. 2018-й. Керчь. В политехническом колледже убит 21 человек. Благовещенск. Не выжили двое. Казань. Стрелок шел с оружием по улице. На пути к школе его никто не остановил. Погибли 9 человек. В Пермском университете жертвами стали шестеро. В Пыжевске 17 человек. В Петропавловскую крепость к стихийному мемориалу который день приносят цветы и игрушки. Трагедия за полторы тысячи километров. Вот она, совсем рядом. Родители в Петербурге пытаются понять, как защитить своих детей. Я считаю, что школа должна охранять Росгвардия. По периметру и внутри. Что стоит пострелять или зарубить кого-нибудь, пока в школах сидят бабушки-консьержки? Надо школы обязать, чтобы нормальный чоп нанимали. Охрана давно уже вся должна быть лицензирована и вооружена обязательно на таких объектах. Идем в одну из школ Петроградского района. Через центральный вход, как любой посетитель. Вы к кому? Журналисты на интервью к директору. Секунду, я уточню. Проходите. Делаю один шаг и уже прохожу через металл искать. Еще два и впираюсь в закрытый турникет. Дальше даже родители не пропустят. Сами ученики и учителя проходят в школу по пропускам. Ну а для родителей остальных остается вот эта зона ожидания. Кстати, тоже за ограждением. Конечно, вооруженного стрелка, если он уже зашел внутрь, это не остановит. Значит, задача оставить его за пределами школы. Если есть забор, за ним. Идем с ребенком в школу. Раньше калитка была открыта. Посмотрим, что сейчас. Сейчас все закрыто. Все работает как надо. Требования по защите каждой школы в Петербурге составляют отдельно. Комиссия из работников спецслужб и образования. Все данные вносят в паспорт безопасности объекта. Главный документ для администрации школы и частного охранного предприятия. ЧОП, которое ее обслуживает. Должностная инструкция охранника школы. Подписана и директором школы, и охранной организацией. Так, нас интересует пункт действия охранника при возникновении угрозы или реальном нападении на объект. Первое. Произвести вызов сотрудников полиции путем активации кнопки тревожной сигнализации. Сработало КТС. Время 10.33. Пока на место едет Росгвардия, охранник выполняет следующий пункт в своем списке. Отразить нападение всеми имеющимися средствами. В Ижевске первому из погибших охранников было 73. По мнению родителей, такой возраст – это фактор риска. Заходит молодой человек, достает оружие огнестрельное и начинает палить в охранника. Что это 73-летний человек падает, что здоровый 20-летний вооруженный сотрудник охраны упадет. Может ли он иметь оружие? Охранник, конечно, может иметь оружие, если это охранник 6-го разряда. Но 6-й разряд выше. Зарплата у такого охранника, а значит и затраты учреждения будут выше. И школа может отказать ЧОП в оружии, посчитав это небезопасно. Дальний 51-1-3 прибыли. Причина срабатывания кнопки тревожные. Попытка проникновения черный вход. Почти все образовательные учреждения Петербурга охраняют и ЧОП, и Росгвардия. Первые работают на местах, вторые приезжают после нажатия кнопки. Время прибытия от нескольких секунд до нескольких минут. Берем просто за предыдущий год и нынешний. У нас подобных реальных срабатываний по объектам образования около 15. Санкт-Петербург, Мирадская область, у нас статистика общая. Это получается один, ну максимум два в редких случаях в месяц на вот всю базу охраняемых. У нас их более 3,5 тысяч образовательных учреждений. Но любой вызов может оказаться трагедией. В Комитете по образованию сообщили, требования к безопасности образовательных объектов в Петербурге усилят. Усиление контроля пропускного режима в образовательные учреждения, отсутствие даже возможности пребывания посторонних лиц, как на территории образовательной организации, так и на внутридворовой территории. Конечно же, это проведение внеплановых инструктажей. Анатолий Громов в охранном бизнесе с 90-х. Прошел несколько войн, есть боевые ранения, отлично разбирается в оружии. Его в Ижевской трагедии больше всего заинтересовало именно оно. Это приспособление бесшумной стрельбы. Понимаете, этот пистолет уже изначально делался для террористов. Вам любой оперный, любой специалист скажет, что любое преступление легче всего предотвратить. А здесь, значит, что как раз и не доработали спецслужбы. Осталось обратить внимание на самих детей. Петербург на следующий день после трагедии в Ижевске. Абсолютная темнота, только удары по клавишам. Выстрелов не слышно, но в это время дети из пистолета, автомата, ножом убивают десятки персонажей, людей. Клинический психолог Влада Титова лечит пациентов от компьютерной зависимости. Предполагает, трагедия в Ижевске – следствие в первую очередь шизофрении. Но выпасть из реальности, перепутать жизнь со смертью можно и без диагноза. Там же можно и самому умереть, и воскреснуть. Это очень стирает границы между жизнью и смертью. И отношением к этому у подростка, у ребенка. И находясь в игровом трансе, человек погружается в ту реальность, которая ему предлагается. Этого не происходит во время обычной игры. Трагедия в Ижевске – бесконечное горе и сигнал тревоги для всех школ страны. И после нажатия этой тревожной кнопки немедленно отреагировать должны все. Те, кто учит, охраняет, спасает и воспитывает наших детей. Чтобы успеть не спасти, а предотвратить. Полина Ганечева. Пульс города. Продолжение следует... Продолжение следует...